Сегодня опять говорим про цену биткоина. И то, что происходит сейчас, это именно то, чего я и ожидал. Вчера я сделал видео про этот нисходящий клин. В момент, когда мы были на острие ножа. Я говорил вам, что если вы сейчас собираетесь шортить биткоин, вы подвергаете себя опасности. Ну и что ж, некоторые люди не слушали меня. Но знаю также, что и многие люди сделали, что я сказал. А я говорил вам ждать. То, что мы видим сейчас, это пробитие через сопротивление. Биткоин впервые установил высокий минимум. Затем сформировал W. Пробился из этой W. И также пробился через сопротивление нисходящего клина. И самый важный вопрос сейчас такой. Прорвемся ли мы выше, до целей, про которые я расскажу в этом видео. Но что более важно. Неужели это начало разворота? Рождественского новогоднего разворота. На который мы так все надеялись. Давайте об этом и поговорим. И вот что я хочу от вас сейчас. Если это возможно, конечно, перед тем, как я начну рассказывать про свой теханализ, про цели и ожидания от биткоина на ближайшее время, и про мой потенциальный трейд на биткоине, поставьте лайк, ребята. В последние видео мы бьем все рекорды. И в большинстве случаев набираем больше 15 тысяч. Это невероятно в криптопространстве. И я очень рад, что у меня есть такое невероятно поддерживающее комьюнити. Каждый лайк важен. А также каждый комментарий. Все это дает ютуб алгоритму понять то, что этот контент релевантен. И то, что его нужно показывать миру. И если вы еще не присоединились к нам, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик и на все. А сейчас давайте перейдем прямо к контенту. И да, конечно, я расскажу сегодня также про V-Launch. Поскольку он будет листиться уже завтра, но сейчас давайте сфокусируемся на биткоине. Мы с медвежьим настроем зашли в этот паттерн. Они укреплялись между поддержкой и сопротивлением. Я считал это нисходящим клином довольно долгое время. И я помню, как некоторые люди почти плевались, пока смеялись надо мной. Пока я говорил про этот бычий паттерн. Но давайте же посмотрим, что сейчас происходит. Как вы помните, вчера я говорил вам, не шортите биткоин. Вы подвергаете себя опасности, вас может ликвидировать. И перед тем, как продолжить, я хочу показать вам небольшой клип со вчерашнего дня. Где я прогнозировал то, что это произойдет. И, как вы видите, это и случилось. У нас появился отскок. Биткоин пробился наверх из этого бычьего паттерна. И сейчас самый важный вопрос такой. Как же нам определить то, что это легитимный прорыв? Если посмотреть на объем, он все еще слишком низко. Но все остальное выглядит хорошо. Мы закрыли четырехчасовую свечу выше. Нам все еще нужно подтвердить предыдущее сопротивление, которое сейчас переходит, надеюсь, в поддержку, для того, чтобы исключить опасность ложного пробоя. Итак, цель из этого прорыва, как обычно, верхушка клина, которая находится примерно на уровне в 52 тысячи долларов. 51 тысяча девятьсот долларов. Вот тут. Итак, сейчас я хочу показать вам еще немного. Если открыть здесь EMA Ribbon, вы также увидите, что мы в первый раз, после этого сумасшедшего прорыва, наконец-то ушли выше EMA Ribbon на четырехчасовых свечах. И это также определенно важно. Мы до этого уходили выше фитилями, но не закрывались выше. Сейчас же мы впервые закрылись. В следующие 24-32 часа примерно, примерно несколько свечей, я бы искал бычьего разворота. Когда краткосрочная средняя скользящая уйдет выше долгосрочной. Например, здесь у нас был медвежий перескок. И здесь нам нужен уже бычий. Это также будет дополнительным индикатором, то, что мы уже уходили на дно. Есть еще кое-что, о чем я говорил. И я помню, как люди смеялись надо мной из-за этого. И это, конечно же... Давайте открою... Уровни коррекции Фибоначчи. Давайте откроем эту штуку. Так, это не то. Давайте-ка перейдем на дневные свечи. Растянем здесь сетку с самого верха до самого-самого низа. Тогда вы увидите, да мои господа, кое-что магическое. Просто небольшое напоминание. Это у нас дневные свечи. И сетку мы растягиваем с самого верха и до самого низа. И вот, посмотрите, это интересно. Растянули вот сюда, вот вниз. Это у нас дно, так называемая зона покупки Илона Маска. Я говорил, что это самый худший сценарий. Это я считаю самым дном. И как видите, эта коррекция уходила именно до золотого сечения. И очень-очень часто случается такое, что именно на этом уровне кончается коррекция. Это то, о чем я говорил ранее. И будем надеяться, что это был конец. И для этой коррекции так же. По крайней мере, так выглядит. Опять же, ребята, нам нужно еще немного объема. Еще нам нужно, чтобы EMA Ribbon перешел на бычью сторону. Также, при самом лучшем варианте развития событий, нам нужен надскок от предыдущего сопротивления, которое сейчас переходит в поддержку. И тогда можно будет ждать не только уровня в 51 900. Если это произойдет, тогда это можно будет называть идеальным разворотом. Но нам все еще нужно, чтобы все это произошло. Если все это произойдет, если это будет разворот, тогда нам нужно будет ждать пробития выше этого ключевого уровня. На уровне в 58 000 долларов. На этом уровне очень много сопротивления. И очень много объема на VPVR. И затем уже будем ждать ценового рекорда. Но, ребята, очень важно дождаться сигналов подтверждения. Так что я бы сейчас определенно не забегал на этом в трейд. Для краткосрочного трейда нормально, но всего остального еще нужно подождать. И для всех остальных, кто заинтересован в VPAT. И кажется, что это у нас уже целый криптомир. Потому что у нас тут, например, 91 000 подписчиков в этой группе. И почти что 300 000 человек уже в этих двух группах. Это что-то сумасшедшее, ребята. Недавно мы раздали 30 миллионов долларов для всех активных людей в нашем комьюнити. Что, конечно же, так же прекрасно. Раздали токены совершенно бесплатно. И для всех, кто хочет больше или еще что-то. 22 декабря нас залистят на FIMEX в 2 часа дня по UTC. Я оставлю все ссылки внизу в описании. Сможете кликнуть по ссылкам, сделать свой аккаунт, ну и, конечно, получить дополнительный небольшой бонус. Так что кликайте по ссылке внизу. Огромное спасибо за просмотр, ребята. Вы отличная комьюнити. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.